ну вот я приехал на нашу базу который находится прямо у нас молдаванки буквально что называется пять минут и ты на базе металлопрокат есть квадратный уголок квадратный профиль круглый профиль арматура сетка принципе все что есть сейчас посмотрю и заодно куплю то что мне нужно мне нужны трубы 3 четверти проточек маленький квадратный честно говорят как-то я не обращал внимание на нашу базу оказывается все здесь есть чтобы не тратить время и лишние деньги можно было просто приехать и купить все здесь вот и сеточка как раз то что мне нужно будет до труба 3 четверти это наверно вот эту трубу 3 четверти 90 рублей скажем так здесь нету в больших объемах лишнего но если тебе нужно пару тройку четверку труб профилей стал бы все здесь есть даже свои нужно купить если тебе надо ну и песочек белый ракушечник песочек мне не нужен а вот серенький этот мелко зернистый а еще прикол продают ведрами и вот галька вот такая галечка не нужно такая галечка как раз для пола это мне надо есть песочек уже сразу с галькой но этот песок как раз то что я хочу взять нормальный песочек все цемент есть и сама база довольно свободно не очереди ничего и делают доставку по молдаванке 300 рублей но вот стал я счастливым обладателем трех кусков труб двадцать пятки он уже три четверти интересно продавцы в магазине спрашивали у другого оказывается это был директор города а три четверти это точно 25 к я говорю ну наверное вы должны знать ну да ладно короче три трубы по два метра 702 рубля не знаю дорого-то или дешево 703 рубля за 6 метров трубы три четверти диаметра вот а деревянного метра и обрезиненной киянки у них здесь нету придется искать другом месте ну ладно продолжаем работать добрый день с вами я сергей гуд и канал викинг лайф и у нас шестая серия по ремонту полов я нахожусь в комнате где он когда-то было очень много-много свалено обломков от штукатурки то что с потолка у меня есть была здоровая куча от кучи фактически уже ничего не осталось я собрал весь этот мусор глину и перенес в ту комнату где я уже снял полы и как раз вдоль фундамента возле бутового камня я проложил вот этой глиняной крошкой так называемый вот что даст дополнительное утепление моему фундаменту хотя я тут посмотрел много роликов замечания специалистов комментарии бутовый фундамент он имеет свои преимущества он не набирает влагу и дома которые выставлены на бутовом камне они самые сухие поэтому я могу только радоваться что у меня через фундамент не будет дыматься влага и благодаря чему благодаря бутовому фундаменту но то ладно мы немножечко отвлеклись а что сегодня сегодня у меня что сейчас вот уберу остатки мусора здесь перенесу и я буду в этой комнате тоже взламывать полы почему потому что моя бетономешалка приедет только через неделю и дабы не ждать не тратить пустое время я тоже здесь вскрою полы вот и заодно подготовлю вторую комнату как раз тоже для того чтобы сюда можно было сразу делать бетонные полы и еще благодаря подписчику николаю который попросил чтобы ему прислал план дома вот и он прислал свое предложение как бы он видел изменения скажем ну раз я ремонт делаю как бы улучшить планировку нашего салочка и дома и его идея две идеи мне очень понравились я могу сказать стопроцентно мы будем делать именно так как порекомендовал нам николай а какие были идеи а идеи следующие я сейчас с вами нахожусь в комнате еще раз покажу да вот здесь у нас кухня что вы сориентировались вот там выход в кабинет а а это дверь где мы принципе планируем убрать вот этот вот весь всю эту стенку здесь у нас вот окно здесь будет кухня стоять и там выход в сад у нас и вот выломаем вот эту стенку и будет у нас кухня с гостиной и вот сейчас мы заходим в гостиную вот это окно которое светится да здесь будет у нас дверь мы делаем выход на террасу и дальше будет сад и выход на террасу а здесь просто была стена так вот мы здесь будем делать дверь делаем дверь и мы сразу попадаем в спальню то есть из гостиной с выходом на террасу можно будет сразу попасть в спальню и это еще не все изначально мы когда с алой планировали где у нас будет кабинета кабинетам нужно обязательно мы думали что вот здесь у нас маленький кабинет 7 квадратных метров и дверь в спальню и что получается что вот этих вот там 7 8 квадратных метров имеет две двери так вот вот эту дверь которая была вела в спальню мы ее будем заделывать и здесь будет сплошная стена и у нас кабинет получается с одной входной дверью изолированной и здесь теперь где была вот дверь эту стенку можно нормально использовать там шкаф поставить в конце концов здесь можно просто сделать кресло раскладное и если кто-то приедет к нам в гости он может здесь спать эта идея нам очень с аллышкой понравилось поэтому эту дверь который сейчас я вхожу в комнату и будут цементировать мы ее потом заделаем то есть вот такие вот у нас планы а еще еще вот в комнате я уже фактически засыпал уже землей и остатками от глины которая была обвалена у меня с потолков штукатурки я подсыпал под бутовый камень это все и у меня теперь здесь осталось промерить сколько мне еще нужно убрать или досыпать земли для того чтобы выйти на ту самую точку в которой я буду делать заливную стяжку 10 сантиметров вот ну и опять же таки как говорится пообщавшись с умными людьми я получил советы и мне сейчас нужно будет опять поехать на базу и прикупить пару три четверти дюйма труб для чего для того чтобы правилом уже стягивать бетон и сделать хорошую бетонную стяжку вот ну и напоследок я вчера не снимал видео я вчера ездил на биржу мне нужно было отметиться на бирже и решил заодно проехать посмотреть а какие же цены у нас в крымске на стройматериалы мне нужно много цемента мне нужно пеноплекс как утеплитель мне нужно металлическая сеточка 100 на 100 под стяжку и и оказалось когда проехал я по нескольким строймагазин крупным базам и вернулся к нам в молдаванку у нас молдаванке тоже есть небольшая база строительных материалов так вот самый дешевый пеноплекс был у нас в молдаванке мало того что у него цена самая низкая оказалась так можно еще и спросил у продавщицы а можно ли получить скидку она сказала 35 процентов я еще могу дать скидку вы представляете цена ниже в молдаванке чем в крымске и еще на эту цену можно получить скидку 35 процентов но замечательно вот у них же есть песок у них же есть гравий у них есть и металлическая сетка и сейчас и еще они делают доставку и доставка значит стройматериала до пока по молдаванке стоит 300 рублей если бы я это все вез из крымска то мне это бы обошлось как минимум 700 рублей то есть 400 рублей я только экономлю на том что будут ввести мне или из крымской или с молдаванки мелочь но приятная вот если перевести на более понятные цены до 400 рублей это можно купить но как минимум 10-15 батонов хлеба вот такая разница можно мерить или гамбургерами или батонами хлеба вот ну а сейчас пока еще я не начал работу поеду я прикуплю деревянный метр потому что как мне компетентный человек сказал николай что рулетки которые выпускают китаец они не совсем точно это раз и специалисты бетонщики а я бетонщик почти специалист работают деревянным метром если приходит специалист с рулеткой это не специалисты это халтурщик или шарлатан вот ну и заодно прикуплю к я по его несколько труб для того чтобы правилам вытягивать бетон но все поехали итак переходим ко второй части подготовки по ломбетонированию мусор я уже раскидал по земле значит с глиняной крошкой здесь и мне теперь нужно от той ватерлинии которую я сделал по домовсиму рассчитать нулевую точку саму нижнюю точку моего фундамента скажем так не нулевую максимальный минус я взял правило полтора метра и на нем отмерил те точки которые максимально низкий уровень который должен быть у меня это для того чтобы я мог сделать песочную плиту так называемую подложку самый нижний этот песочек мне нужно для этого мне нужно выровнять горизонт ну и для того чтобы все это было ровно и красиво опять таки еще раз повторюсь чтобы не бегать с рулеткой я взял полтора метровое правило посчитал высоту пирога у меня получилось 24-25 сантиметров это с учетом того что песочек будет нижний уровень 3-4 сантиметра пирог такой и вот на этот песок я буду стелить уже пленку а поверх пленки я залью бетонную плиту 10 сантиметров потом пеноплекс 5 сантиметров еще сверху чистовую стяжку 5 сантиметров и сверху я положу уже подложку и на эту подложку финишный вариант будет ламинат где-то 7-8 миллиметров толщиной и вот для того чтобы от нулёх от ватерлинии опуститься для нижней точки взял правило полтора метра и сделал две засечки значит с учетом того что где-то один сантиметр будет разница для песочка и сейчас я выставлю лазерный уровень и пройдусь по этой комнате посмотрю где-то мне надо будет еще подсыпать где-то можно вишни убрать в общем вот такая работа буду ходить и буду мерить а вы следите за этой работой ну так как у меня довольно низкий грунт и высоты штатива не хватает для того чтобы он упирался своими лапами уже на землю пришлось воспользоваться небольшим столиком который у меня в хозяйстве есть и поставить его в самом центре ну а уровень я буду крутить нивелир по комнате и ходить потом промерять высоты сейчас мы выставим это все красивенько было да и все надо чуть-чуть приподнять и сейчас мы отметим лазером эту точку так почти попал так почти попал сейчас еще проверим ну да все нормально и так значит нивелир стоит в центре красная линия совпала с нулевой точкой с ватерлинией что я отметил и сейчас я просто как я вам рассказывал беру свой шаблончик приставляем и вот красная линия попадает как раз в промежуток между засечками это говорит о том что либо выше либо ниже здесь показано что еще 2-3 сантиметра я могу добавить так а вот здесь уже 4-5 сантиметров надо сбросить следовательно отсюда кидаем сюда и потом еще раз проверим вот так и здесь тоже можно убрать здесь высоковато пару сантиметров ну вот так очень простенько и очень ясненько так ну что начнем с самого угла здесь почти я угадал а здесь можно убрать ну все так и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот так выглядит сейчас комната После того как я просыпал все строительным мусором, который у меня с другой комнатой остался Все ее подсыпал, больше мусора у меня строительного нету Фактически уровень самой нижней точки уже выставлено, чуть-чуть надо откалибровать его будет песочком, но это уже не сегодня Благодаря лазерному нивелиру все это было сделано на раз, два, три Замечательная вещь Ну а на сегодня день наш рабочий заканчивается, можно сказать он уже закончился Я сделал все что я запланировал и даже немножечко больше Я полностью очистил от строительного мусора вторую комнату, которая у меня за стеной находится, где у нас будет гостиная Перенес весь мусор в эту комнату, скажем не мусор, а строительный фундамент Вот все пролил водичкой, прорубил, нивелиром выставил, все замечательно, красиво Как говорится уверенно двигаемся к тому, чтобы уже бетонировать полы Прозвонил я по несколько телефонам по поводу песочка и гравия Я хочу вам сказать, что самая низкая цена на песок и на гравий до фундамента опять же таки в нашем селе, в Молдаванском Это лишний раз говорит о том, что я правильно выбрал место для проживания Вроде бы 6-8 километров и ты уже в Крымске, но чем больше город, тем цены оказались гораздо выше Пускай 1000 рублей, 500 рублей ты сэкономил, но это мои деньги, которые мне понадобятся в ремонте Где-нибудь что-нибудь другое такое прикупи, что называется копеечка, копеечки, так глядишь и миллионером стану Ну вот, в понедельник мне привезут песок строительный и тогда я уже начну в понедельник подсыпать грунт, выравнивать все это как надо уже На сегодня все, а завтра я займусь тем, что я во второй комнате, которую я убрал от обрушившегося потолка и штукатурки Я буду просто уже убирать, взламывать полы А сегодняшняя наша серия заканчивается, пойду монтировать ролик, а то народ спрашивает Мы подсели на твои видики, ролики, да, а где они? Я уже два дня как не выкладываю ролик Но ничего, ребята, вечером смотрите новый выпуск новостей из села Молдаванского А это с вами был я, Сергей Гуд и канал Викинг Лайф Ну и в конце, как я говорю, ребята, подписываемся, дергаем за колокольчик, стучим в бубен Желаю вам счастья, здоровья, пока!